Испания вывела свой фрегат из состава АУК ВМС США, идущий к Ирану. Испания приняла решение о временном выводе своего фрегата F-104 Миндес-Нуньес из состава авианосной ударной группы во главе с авианосцем Авраам Линколь, направляющейся в район Персидского залива якобы из-за угрозы нападения Ирана. Об этом сообщает газета P.A.S. Решение о выводе испанского корабля из состава АУК приняла лично министр обороны Испании Маргарита Роблес на фоне развивающегося американо-иранского конфликта. Фрегат F-104 Миндес-Нуньес был единственным иностранным кораблем в составе американской ударной группы. Его участие в АУК было запланировано год назад для совместной подготовки и взаимодействия и должно было продлиться полгода. Однако соглашение не предусматривало участие испанцев в возможном военном конфликте США с Ираном. По данным газеты, фрегат не будет заходить в Персидский залив и снова присоединиться к АУК, когда она вернется оттуда. Ранее сообщалось, что США направили к берегам Ирана авианосную ударную группировку во главе с атомным авианосцем Авраам Линколь и тактическую группу бомбардировщиков. Американские стратеги P-52H уже приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана. Также сообщалось о плане переброски на Ближний Восток 120 тысяч военных США. Данную ситуацию прокомментировал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, который назвал три вероятных сценария возможных военных действий США против Ирана. По его мнению, США могут нанести ограниченный авиационно-ракетный удар с целью уничтожения объектов ядерного комплекса Ирана, и на это 120 тысяч военных и привлеченных сил ВМС и ВВС будет вполне достаточно. Второй вариант, предусматривающий проведение масштабной воздушной кампании с целью разгрома экономики Ирана по югославскому сценарию, может потребовать значительных усилий и тогда 120-тысячную группировку придется увеличивать. Такой численности хватит только для начала военной воздушной кампании, так как все силы будут направлены на обслуживание и защиту авиационной группировки. Самый продолжительный и затратный вариант – затяжная война с Ираном и оккупация его территории по иракскому сценарию. В случае этого варианта военная группировка США должна будет увеличена в 8 раз минимум. Эксперт убежден, что все последние заявления США по поводу Ирана говорят о подготовке против него войны. Сюда же можно отнести акцию по подрыву четырех танкеров, которая была проведена силами американских, израильских или саудовских спецслужб с целью оправдать начало военных действий против Ирана.